Новый год в первую очередь праздник семейный, ведь зачастую блюда новогоднего стола готовятся, сообща всеми членами семьи. Кто-то режет картошку, кто-то, утирая слезы, чистит лук, но результат того стоит. И, как правило, получаться такая вкуснятина, что ее потом будешь вспоминать до следующего Нового года. На Новый год всегда был салат оливье, сельд под шубой, папа делал картошку с мясом, мандарины или апельсины, конфеты, ну и, конечно, для взрослых такой напиток, как шампанское. Для нас всегда приносил Дед Мороз кульки, была вращающаяся елка, и с той поры у нас как-то повелось. Это, мне кажется, и вообще в нашей стране, что салат оливье – это самое новогоднее блюдо. Салат оливье появился еще в XIX веке и получил свое имя в честь создателя – Люсьена Оливье. Изначальный рецепт включал в себя такие ингредиенты, как раковые шейки, пикули и каперсы, и был весьма дорог в изготовлении, потому был известен лишь в среде богачей и аристократов. Во второй половине XX века оливье стал доступен и обычным людям, за счет исключения дорогих и труднодоступных ингредиентов, и появления фабричных колбасы и майонеза. Приготовить оливье в нынешнее время удовольствие не из дешевых. Чтобы накормить салатом четырех человек, придется потратить 416 рублей. А ведь еще год назад индекс оливье составлял 348 рублей. Но Татьяне Гаррисоновне много тратиться не придется, ведь все овощи, используемые для салата, выросли у нее на огороде. Я кладу туда картошку, морковку, лук, яйцо, соленый огурец, зеленый горошек, докторскую колбасу и майонез. Это салат оливье. Не солю, потому что соленый огурец и так даст свою соль. Свежий огурец дает много сока, от чего салат может поплыть. Именно поэтому Татьяна Гаррисоновна рекомендует использовать именно соленый огурец. Также для оливье следует использовать только докторскую колбасу. Ингредиенты на салат лучше резать как можно меньше, чтобы они быстрее пропитались майонезом. Маленькие кусочки у Татьяны Лукошкиной получаются при помощи специального приспособления. Металлической сетки на кольце. Количество тех или иных компонентов каждый, кто готовит оливье, выбирает на свой вкус. А Татьяна Гаррисоновна, как человек творческий, рекомендует руководствоваться пропорциями и цветовой гаммой салата. Цветовая гамма должна быть равномерная. Ну, знаете, как цвета радуги, желтый, зеленый там, так и тут. Вот их, если смотришь на салат, чтобы было все так красиво одинаково, чтобы не колбаса так лежала, или картошка, или огурец. Вот я чувствую, что буквально вот пол огурца, так этого точно надо. И действительно, салат получился очень красивый. Теперь ему необходимо настояться в течение одного-двух часов в прохладном месте. Для того, чтобы салат пропитался, и его вкус стал именно вкусом оливье, а не отдельных ингредиентов. Теперь важно найти хорошую компанию, в которой салат надо съесть. Ну и что еще? Не забыть сесть за стол с самым хорошим настроением. И все блюда, которые готовим на любой стол, даже хоть новогодний, хоть на день рождения, хоть просто, когда гости приходят, надо вложить чуточку своей любви, своей души. Тогда будет вкусно. Даже из самых простых продуктов. Вот так.